Итак, как это ни странно, Нолевый берег хочет кушать. А как градообразующее предприятие кушать хочет? О-о-о-о! Моя бытность говорила, что с комбината все и началось, так и закончится так же. Но маленький нюанс, как и лучший результат, представлен на Кирово 100. А это подразделение столовой по-домашнему. Вы же хотели, вы и получили. Я не буду выскакивать за пределы своего творчества, но повторюсь, идеально сбалансированное, качественное и недорогое питание есть и на Левом берегу. Итак, вот оно случилось, наконец-таки, столовая по-домашнему открылась на Левом берегу. Наконец-таки вы можете вкусить максимальное удовольствие, которое мы вам предлагаем уже 7, если не 8 лет. Потому что это Кирово 100. Это очень старое и, главное, хорошее, качественное здание, в котором сейчас есть максимальное удовольствие для того, чтобы вы смогли покушать. Да, дорогие мои, приходите и получайте удовольствие работники березок, работники комбината и всех вот этих замечательных предприятий. Потому что, если бы это не было бы на Левом берегу, города бы не существовало. Ну, добраться-то вообще просто. Левый берег открыт и либо на машине, а это с комбината с первой проходной 1 минута, с березок и с 12 участка 3 минуты, и вы здесь. Проехать не получится. Другой дороги, ну, практически нет. К слову о том, что и трамваи ходят тютелька в тютельку. Но, зайдя, и подеялся тому, что за 2 недели здесь реально довольные посетители. Вот вы перекусили, да, денежков-то немного потратили, правильно? Да. То есть, в принципе, нормально вот за эту сумму можно покусить? Да, да. Бывает такая ситуация, когда денег не сильно много, правильно? Ну, бывает же, да? Бывает, да. А когда вы приходите сюда в столовую по-домашнему, вы едите вкусную пищу? И достаточно этого количества денег, чтобы можно было покушать нормально. Очень вкусно и дешево. А вы где-то здесь недалеко находитесь, да? Последняя дверь. Последняя дверь, да? Не знаете, что это вкусно теперь пришло к вам? Кройте, два слова скажем. Картофель с чареной. Но вкусно? Очень вкусно. Переходите. То есть, наверняка ездил, везде и всюду кушал. Было такое, да, ситуация? Постоянно. И не обязательно в одной точке, да, где нужно было, там и перекусывал. Да. А если ты перекусишь, и у тебя не будет изжоги, это будет хороший результат? Конечно. То есть, я думаю, что... Где изжога попала, значит, туда больше не заезжаю. Вот я надеюсь, что вы, как и крутой специалист, потому что у меня здесь изжоги никогда не было, потом приедете сюда. Да, проверим. И вы не думайте, что с продуктами сложно. Вы верьте директору, как и у всех людей, рано или поздно возникают проблемы. Эти проблемы решаются внезапным посещением своих столовых. А где внезапность, там качество. Стало ясно? Ну, а то, что здесь есть, это все продукты, и вы забудете про рекламу средства от изжоги. К слову, которая перерастет в другую жесткую проблему. А скажите, пожалуйста, вы часто здесьшние гости? Да, практически каждый день хожу сюда. То есть, пришли, получилось, на Кирово 100 прямо вниз опустились и установили. Да, прям рядышком хорошо жить. Это я про что говорю? Удобно. Да, удобно и очень даже хорошо. А теперь я говорю о том, чем занималась моя бабушка. Так вот, моя бабушка была старше от аэровидов общепита ММК. Клевая штучка, правильно? И в свое время общепита ММК, это было еще то удовольствие, то. Потому что она за этим делом, за всем следила. Сегодня сейчас все обратно поменялось. Но вопрос, где вы найдете такого количества качественных специалистов в области поварского дела, вот этот вопрос возникает. Именно поэтому мы пришли в столовую по-домашнему, которая открылась здесь, на Кирово 100. Кирово 100, это лучший промежуток. И прямо передо мной находится наш замечательный комбинат. Если комбинат дал бы своему возможности на обед выходить, это было бы красиво и ровно. Потому что вы должны мои сюжеты все посмотреть и убедиться в том, что качество это прямо к вам, сюда. Но давайте определимся с тем, что рядышком с комбинатом. Рядышком с комбинатом, во-первых, тут недалеко поселок Березки. И в принципе туда-сюда доехать, мне сейчас очень сильно нравятся стали трамваи, поверьте мне. Четко-четко. Посмотрели во сколько, до сюда доехали спокойненько за 20 рублей. И через некоторое время обратно, дорога-то одна, то есть других трамваев не может быть. Туда приехали, вышли здесь, и обратно приехали, вышли здесь. И покушали качественно, красиво и ровно. Теперь вопрос возникает очень интересный, естественно. А, насчет цены. Так вот, я не буду говорить про цену комбината. Хотя, в принципе, я знаю, сколько это стоило. Но, допустим, что нам нужно. То есть я немножко чуть больше сделал, естественно, чтобы перекусить конкретно и ровно. Но суп гороховый, 45 рублей. Ммм, клево. Пшеная каша с двумя. Это я себе взял, естественно. Я ни разу пшеную кашу не ел. Ну, и для тех, кто здесь ездит постоянно. Так вот, здесь ездят постоянно замечательные мои товарищи из разряда тех, кто проживает немножко в другом месте. То есть для них, естественно, есть пломб. То бишь, я вам говорю, здесь есть столовая. Но вопрос качества. Вопрос качества. Я вам сейчас показал крутого специалиста, который говорит, что это здесь красиво и ровно. Так вот, и то, и другое. Вот это все, ну, немного больше 100 рублей. Немного больше. Это все, немного больше 100 рублей. Чуть-чуть больше. Вот это, она примерно, ну, 125. Ну, это не сильно большие деньги, кури честно. То есть я же так же сейчас кое-чем занимаюсь, да? И всю жизнь говорю, давайте все-таки перейдем в разряд дурумчи. Чем дурумчи хорошо? Да, там есть шашлычок, но, правда, он не такой навороченный, как у нас, естественно. Но очень много... Так, вот сейчас буду. Так, вот в дурумчи там очень много гарнира. Вот и народ пошел. Очень даже благодарствую я для них. Сейчас еще дверка сама закроется. Все красиво, да? Да, да, да. Левый берег, кстати, вот теперь на левом берегу вы можете есть то, что приготовлено для вас столово по-домашнему. Да. Да, да, да. Ну, это же классно. Да, от винтецка. То есть, я думал, что здесь что-то поменяется. Но у нас очень хороший, крутой специалист, директор. Он взял сюда лучших специалистов, которые готовят вам изумительную российскую еду. Вот. Вах, естественно. Вах, просто. Да. Кстати, это могут есть все подряд. А вот это могут есть, ну, наши товарищи. Я не буду ничего говорить. Я верю в Бога нашего. Господь Бог дает мне эту возможность, дает возможность вам жить, естественно. Ну, а есть у нас специалисты ислам, которые занимаются, да. Вот для ислама, вот это... Да, это просто что-то. Да, господа мои. Ну, я ел много пловов, как вы прекрасно, понимаете. И в горе мои, пожалуйста. Да и вообще. Понимаете, для меня первоначальный вопрос занимается в следующем. Солянка. Ну, я про солянку здесь ничего не буду говорить. Но плов, да. Я теперь понимаю, что это очень, очень, это реально вкусно. И это очень хорошо, что технологии и качество работы столовой по-домашнему, оно работает и здесь. То есть можно спокойно... Сейчас будет еще интереснее, да. Я перловку не ел никогда. Так вопрос возникает. А что я их не готовлю себе дома? Потому что ты, когда ешь перловку, хлеба-то и не нужны. Потому что это есть зерна пшеницы. И отличная кослета. Смешно. Еще небольшой вопрос. Ну, как вы должны понимать, здесь много чего. И, вы знаете, мне иногда, да, большей части, большей части, больше нравится, когда я беру люля-кебаб. Так вот, люля-кебаб, это ж не с ним. Так очень хорошо сделанный. Так что, господа, приходите, получайте максимальное удовольствие. Это круто. Ну, так вот, мы немножко развернемся и объясним. Конечно, не каждый работник комбината может покушать это, потому что у них проблемка. Но каждый работник комбината, каждый работник комбината, когда он выходит со своей работы, и когда он едет домой, он может заехать сюда на Кирово 100. Понимаете? Будем надеяться. Ну, вот, будем надеяться. И он может себе взять замечательные вещи, от которых так же не будет никакой жоги. Вы думаете, это не получается, это же столовая по-домашнему. Я так же беру те самые вещи. Вот эти самые вещи. То есть, в принципе, чебурек 55 рублей. А, клево, да? Курничек. Вы можете заказать, он может быть любой, разный. А-а-а, я специально так немножко приподнял. Вот, ну и, естественно. А-а-а, сырник. Да, да. Сейчас я кое-что объясню. Почему я так приподнял немножко? То есть, это все домашнего приготовления. Вы не думаете, что это не домашнего приготовления? То есть, 110 рублей. Вот два таких. Вот они, смотрите. То есть, это сочинские хачапури. Мне говорят, что сочинские хачапури бред сивой кобылы. Я говорю, нет, не бред сивой кобылы. То есть, чем нас кормят? Нас кормят, ну, обыкновенными уральскими, сибирскими чебуреками. Но сибирский чебурек, он нас заставляет кишки раздуваться. Поверьте мне. И сочинские хачапури, и уральские хачапури. По количеству белка от теста абсолютно то же самое. То есть, здесь тесто не поднимается. Оно хорошо принимает тело. И в этом теле, вот сейчас, чтобы было понятно, обратите внимание, какое количество мяса. Видите, какое количество мяса? Ну, видите, да? Да, да. То бишь, по количеству мяса, извините, рядышком со столовой по-домашнему, никто ничем не занимается. То есть, вы можете спокойненько перекусить, съесть все это дело. Сейчас немножко, вот еще. Ну, когда курник стоит 40 рублей. Хотя, с другой стороны, вы можете взять 3 курника. Это будет тире 120 рублей. Спокойненько дома покушать. А если у вас еще и дети, то здесь всегда можно, в принципе, ориентируясь на сумму, ну, максимальная сумма, сколько вы можете. Вот сейчас вернемся к этим кругам. Ну, да. 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 Вот, вот уже пошло. Уже пошло. Да. То бишь, сколько мы тратим в наших сетевиках, это минимум 500 рублей на семью из 3-х человек. Чем больше, тем больше ценник. В принципе, на семью из 3-х человек вы здесь можете купить. Просто вы это все съедите. Не будет ни мусора, ничего. За 300 рублей вот вы покушаете здесь, дома, естественно. Потому что вы, едя с комбината, заехали. Ну, тут не сложно. То есть, получается, вот первый проходной досудовый метр, наверное, 150, не больше. Ну, может быть, 200. Все остальное так же. Вы проезжайте, просто остановитесь, купите и получите максимальное удовольствие. Потому что столовая под башню вам это гарантирует. Ну, да. Да, да, да. Да, да, да. Ну, естественно, щебурек это будет чуть позже. Да. Ну, а то, чего мне нельзя, но я готов, это, обратите внимание, это самодельное перо. Вы не понимаете? Здесь все. То есть, давайте определимся. У нас в городе есть очень много таких интересных контор, в которых вы берете, ну, допустим, заварное. Я считаю, не стал это делать, потому что здесь заварное делается на масле, а не на маргарине. А как бы? Вам это не нужно, чтобы ваш организм травился? Здесь все абсолютно нормально и ровно. Да мне бы такое же аплодисменты в действительности. Но не получается. То бишь, мы спокойненько приехали и покушали. А когда вы покушали, естественно, когда никто не занимается, никто не готовит пищу, потому что я возвращаюсь на круги своя. То есть, мы вам показываем то место, где, в принципе, ну, к сожалению, пенсия у нас сложноватая, да? Но те, кто спокойненько зарабатывает большие деньги, большие деньги, не те 15 тысяч, как у меня, допустим, да? А хотя бы 25 тысяч. То вы можете спокойненько, питаясь в столовую по-домашнему, реально экономить достаточное количество денег. При этом ни мусора, ничего не будет. Это тоже интересный вариант. И если мы будем говорить о столовую по-домашнему, мы все-таки вернемся к тому варианту, который я видел своими глазами. Я видел своими глазами все это дело в Турции, естественно. Там в холодильниках всех, ну, как будто мышь повесилась, потому что все едят в столовую. Вот то, что можно покушать, вот то, что необходимо сделать, и вот то, что реально экономит ваш бюджет. И честно, вариантов других немного. В принципе, чтобы не заморачиваться, либо для первой, либо для второй половины. После окончания работ вы здесь кушаете и берете то, что ваша другая половина с вашими чадами вкусит дома, и счастья станет больше. И вы даже мусором в том количестве не будете разрушать землю. Это, поверьте, понимает тот, кто хорошо готовит дома, но знает место лучшее. Кстати, добраться легко и быстро, и на машине, и на трамвае. Теперь что, и очень даже интересно. То есть мы сейчас говорим, да, возможно, и тебе здесь что-то нужно будет после этого получить. Вы получаете не просто качество, я бы назвал все это дело рестораном. Но ресторан должен быть, ориентируясь именно на столовую по-домашнему. То бишь, я сейчас кое-чем занимаюсь, естественно, и всегда говорю, ребята, у нас некоторые проблемки. Так некоторые проблемки решаются тем, что вы не сможете зарабатывать 400 процентов. Заработайте хотя бы 100 процентов. А? То есть делайте так, чтобы человек к вам пошел. А человек должен пойти не только по своим ощущениям финансовой структуры, что это не возникает проблема для бюджета. Человек должен прийти сейчас с большим удовольствием, потому что у него нет изжоги. И когда вы будете смотреть рекламные сюжеты, где вам говорят про изжогу, вы просто про это дело забудете, как я про это дело забыл, потому что я работаю со столовым по-домашнему очень давно. И сегодня и сейчас на Кирово 100 все работники комбинатов, все работники березов, все работники этих предприятий, без вас бы города не существовало, могут спокойненько перекусить. И мало того, вы можете это сделать уже после работы. Проехали, заехали, перекусили, взяли то, что должно быть. Экономия у вас будет просто красивая.